Здравствуйте! Это новости Турции. Для тех, кто открыл подобное видео впервые, я немножко поясню. Живу в Турции, перевожу на русский язык актуальные новости здесь в стране официальные, то, что у нас здесь происходит. Если вам интересно, как живут турки, чем интересуются, какие здесь новости из в летней стране происходят, то вам на этот канал. В инфобоксе под видео есть ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Обязательно туда подписывайтесь. И это мой личный блог без претензий на профессиональную журналистику. Давайте приступим. Мир труд май. 1 мая было и в Турции. Это международный день солидарности трудящихся. В Турции это особенный день и праздник. 1 мая традиционно турецкие профсоюзы проводят митинги на площади такси. С 2013 года власти запрещают проводить шествия на этой площади из-за соображений, якобы, безопасности, потому что в 2013 году были протесты на площади такси. Тогда были протесты, связанные с парком Гези. Были столкновения, полиция стреляла, в общем, даже были погибшие люди. Но на самом деле это были больше протесты, столкновения, политический характер имели. То есть, по сути, вот этот парк, точнее, желание властей сделать там застройку, убрать этот парк, выявили политические проблемы, противостояние, по сути, людей, общества и политического режима, политики на данный момент, который был тогда в стране. С тех пор в целях безопасности на этой территории, небольшой такой экскурс, да, в историю, какие-то митинги, шествия, неважно под какими лозунгами, они запрещены. В этом 2024 году власти Стамбула вновь запретили проводить первомайские шествия на площади такси. Ничего как бы не поменялось за все эти условно уже 11 лет. Полиция, в свою очередь, перекрыла площадь металлическими барьерами, выставила усиленные наряды полицейских. Всего было перекрыто около нескольких десятков улиц в центре города, которые подводили бы к таксиму, то есть, которые были бы по пути следования, и оконечная точка была бы площадь таксима. Для обеспечения безопасности муниципалитет города привлек к работе вчера 42 тысячи полицейских. Представляете, 42 тысячи единиц сотрудников только в Стамбуле. В свою очередь, официально президент Турции Эрдоган заявил о том, что таксим это не место для демонстрации и митингов. А Озель, это лидер сейчас партии ДжГП оппозиционной, настаивал, что нужно пройти маршем до таксима. Это все разговоры были в конце апреля, перед первым маем. И закрыть площадь, это не конституционно, нарушаются права демократические людей, конституции в час. Между тем, сегодня должна состояться встреча у двух этих лидеров. Это очень ожидаемая встреча, это должно произойти в Анкаре, несмотря на то, что происходило вчера. Запрет на проведение шествия на таксиме вызвал критику со стороны вот этих профсоюзов, оппозиционных различных партий. То есть, это не только одна ДжГП, а в принципе все крыло всякой оппозиции здесь в стране. Они обвиняли власти в подавлении свободы собраний, которые прописаны в Конституцию, подавления прав человека, свобод. И несмотря на запрет, который профсоюзы, политические партии пытались прорвать вообще, люди все равно собрались с утра и стояли перед вот этими закрытыми ограждениями. В свою очередь полиция начала применять слезоточивый газ, резиновые пули, разгоняли людей даже водометами. Демонстранты, в свою очередь, защищались палками, разбирали брусчатку, камни. Пострадало 28 полицейских с обращениями в скорую или в больнице. И задержано были 210 человек протестующих, которые пытались все-таки прорвать эти кордоны, к самой площади таксим добраться. В свою очередь в Стамбуле были адские пробки, не работало очень много станций метро, которые были по направлению, что ближе к таксиму. И было остановлено вообще много транспортного движения самими полицейскими. Было вообще, туристам было по факту трудно добраться до аэропорта в центре города. И люди просто по несколько километров порой шли с чемоданами пешком по центру города, чтобы перейти на ту станцию метро, которая открыто работает, и уехать, например, в аэропорт или на экскурсию по месту, в общем, своего назначения исследования. Протесты разгонялись жестко, очень активно, много было. Просто это была тема дня в Турции. Многие каналы проводили прямые трансляции в этот момент. Очень много было, конечно, заснято в прямом эфире. Фразы различные, после которых каналы уходили на перерыв, на тайм-аут, рекламу вставляли. По факту, что мы имеем? Это было противостояние оппозиционное. Люди на взводе, естественно, в стране из-за всего, что происходит. И сила, скажем так, полицейских, государства, которое сейчас в власти партии. Несмотря на все это, я опять повторюсь о том, что сегодня в Анкаре должна пройти встреча лидера ДжГП. Как говорится, выводы делайте сами, что это было, как это происходило. Пострадавшие есть, очень много людей с ожогами дыхательных путей или слизистых поверхностей. Это слизоточивый газ, много журналистов пострадало, активистов различных и так далее. Политическим новостям продолжаем. Анкара приняла решение подключиться к судебному иску от Южноафриканской республики против Израиля в Международном суде ООН, который по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе газа. Об этом официально заявил глава МИД Турции Хакан Федан. Турак напал с ножом на израильских солдат в Израиле. Гражданин Турции, его звали Хасан Сакланан, он из города Урфа. Он выехал в Израиль в качестве туриста. Попал он в Израиль через Иорданию. В старом городе Иерусалиме он с ножом напал на израильских солдат, которые были, патрулировали на улице. Он их ранил. В ответ он был убит ответным огнем от этих солдат военных. Мотивом была смесь за убийство мусульман в секторе газа. Утверждается также в СМИ, что Хасан Сакланан, он покинул группу во время экскурсии, отдалился, скажем так. Экскурсия была организованная. И он сказал, что он болеет, ему плохо. На самом деле он совершил вот это нападение. То есть это было спланировано. На следующий день, в свою очередь, был некий фейк. Был пост в социальных сетях в Твиттере, в экс-бывшем Твиттере, от дочери якобы президента Эрдогана с поддержкой этого мужчины. Якобы она его там назвала, он наш лев, борется за мусульман и так далее. Но спустя какое-то время, через несколько часов, то есть это очень активно завирусилось в интернете. Этот пост все разбирали на цитаты, очень обсуждали. Но затем такой, назовем, турецкий Роскомнадзор, то есть надзирающий орган за фейками и, скажем так, правдой в социальных сетях пропаганды в инфополе страны, они опровергли, выпустили опровержение пост о том, что это фальшивая страница, скажем так, подделка, фейк. Этого она не писала, аккаунт вообще не ее, а искусственно созданный с ее фотографией, просто сканированный, скопированный. С ее аккаунта она этого не писала. В продолжении международных новостей, строительство нового моста планируется между Турцией и Грецией, и начнется это строительство в 2024 году. Турецкая часть моста, она будет возводиться главным управлением по строительству Турции дорог автомобильных, это, ну, как бы, госорган, да. А греческая сторона заявила о том, что просто правительством Греции, то есть это две будут дороги смыкаться этим мостом, очень удобно для туризма, конечно же. Они будут построены за государственный счет, не частное строительство. Плюс еще Греция продлевает свои льготные визы за 60 евро еще на 5 месяцев для граждан Турции на определенное количество своих островов, на вот этот туристический сезон. Из-за сильного дождя в Анкаре некоторые улицы были просто затоплены, дорога Эль-Мадаг была просто сокрыта, также была затоплена станция метро, основных строящихся домов, накопившаяся вода летела просто потоком, ливнем, как водопад вниз. Все это произошло буквально за одну ночь, с вечера до ночи шел такой сильный дождь в Анкаре, просто Анкара плавала, было затоплено очень много пространства. В банковской системе лимиты для оплаты бесконтактно, то есть по прикосновению, ТМСС, без пароля, теперь увеличились лимит с 750 лир до 1500 лир. Это правило будет введено с 1 июля, то есть бесконтактно, если у вас карточка турецкого банка, с 1 июля вы можете оплачивать покупку 1500 лир, пароль просить не будет. Команда статистическая Конда Ресерч провела масштабный опрос среди населения Стамбула и согласно этому опросу, также они сделали сравнение, они делали опрос в 2013 году и сейчас в 24. Вот в 2013 году 32% жителей Стамбула считали себя светскими людьми, то сейчас в 24 этот процент вырос до 38% жителей Стамбула. При этом 11 лет назад 30% стамбульчан считали себя религиозно-консервативными, а сейчас этот процент снизился до 25. То есть, что мы видим, порядка за 10-11 лет увеличилось, скажем так, количество людей, которые считают себя светскими, религиозных количество уменьшилось. Главное управление гражданской авиации Турции, оно приняло решение о повышении тарифов предельных цен на билеты внутренних авиалиний в Турции на 30%. Так что даты пока что конкретной повышения цен нет, но кто планировал путешествовать в Турции внутри внутренними авиаперевозками в стране, купите билеты сейчас. Я вам гарантирую, скоро они подорожают на 30%. Топовое видео прошедших выходных, оно было снято в Измире, парень решил отомстить своей бывшей девушке и сделал на ее адрес около 70 заказов курьерских доставкой еды с сайта ЕМЕКСАПИТИ, приложения. И по адресу девушки просто выстроилась огромная очередь на парочку-тройку часов из курьеров. Перекрыли они улицу, возмущались, названивали по номеру этой девушки, в итоге, конечно, поняли, что это какое-то недоразумение, назовем так пранк, месть, розыгрыш. Девушку, в свою очередь, ничего не оплачивала, заказы она, конечно, не приняла, курьером пришлось уехать. Или, скажем, таким образом, подобная месть вскрылась, потому что все ввело к одному человеку. Но очень сильно, конечно, что-то обсуждали в сети, как бы и смешно, но очень многие люди разозлились, не поддерживали, конечно, этот жест, этот как бы низкий такой поступок, не очень приятный. И плюс ко всему, многие задумывались о некой безопасности своих данных, что так легко можно создать проблему, навредить человеку, просто сделав вот эти заказы, что, в принципе, мы не защищены от подобных пранков. Или, назовем так, издевательства, покушения каких-то на свои рамки, на свои границы личные. В общем, какого-то такого конфликта не было, но дискомфорт, конечно, нервов девушки это стоило. Разбор этой ситуации, об этом, конечно, очень многие обсуждали в интернете, перепосты делали. Вот такая новость, она, конечно, была последняя, не шуточная, позитивная, но поучительная. Знаете, с кем общаетесь, имеете в виду, что что-то подобное может с кем-то произойти, так что ушки на макушке. Такие новости Турции на данный момент. Спасибо за ваше внимание. Пишите комментарии под видео, ставьте обязательно лайки и распространяйте видео в соцсети, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции, ссылка в инфобоксе под видео. До новых встреч, всем пока!